Мэр Ярославля задержан сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Такое сообщение появилось на лентах информационных агентств сегодня около половины второго ночи. Евгений Урлашов был задержан в машине возле офиса партии «Гражданская платформа» на улице Свободы. Вместе с ним в автомобиле находилась пресс-секретарь Светлана Ефимова. Она и сообщила данную новость журналистам. После этого градоначальник был доставлен в управление внутренних дел, а около пяти часов утра в свою квартиру, в которой сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыск. Вот как это было. Пожалуйста, уважаемые граждане, немножко в стороночку. Машины, дайте машине подъехать. Машины, дайте машине подъехать. Субтитры делал DimaTorzok Позже стало известно о том, что правоохранители также побывали на квартирах заместителя мэра Дмитрия Донского и руководителя агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максима Пайкаланина. Как сообщает агентство РИА Новости, советник мэра Алексей Лопатин скрылся от правоохранителей. В 6 часов утра появились официальные комментарии Следственного управления Следственного комитета. Здесь рассказали, из-за чего произошли ночные задержания. Следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Ярославля Евгения Урлашова, заместителя мэра Дмитрия Донского, руководителя агентства по муниципальному заказу мэрии Максима Пайкаланина, советника мэра Алексея Лопатина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса, покушения на получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки, совершенной в особо крупном размере. Также следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Ярославской области, подозреваемого в покушении на посредничество во взяточничестве. Это преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291 Прим Уголовного кодекса. Денежные средства в размере 14 миллионов рублей, предназначенные в качестве взятки, были переданы директорам коммерческого общества посреднику, который в свою очередь привез денежные средства в место, оговоренное заранее для передачи подозреваемым. В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Следствием производятся обыски, допросы свидетелей. После допросов всех подозреваемых будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следственные действия в квартире мэра на улице Свердлова продолжались около 4 часов. Во время обыска обнаружили 500 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России. Далее цитата. Сразу после задержания градоначальника его дочь попыталась вынести эти деньги ночью из квартиры. Однако подъезд был блокирован сотрудниками правоохранительных органов. И она спрятала средства в квартире соседей, сообщил собеседник агентства. Сообщается, что деньги изъяты и приобщены к уголовному делу. Сам мэр о деньгах предпочитает не говорить и в своих комментариях продолжает делать политические заявления. Я считаю, что это все естественно политический заказ, потому что мы выходим на прямые выборы. Выборы, которые должны состояться 8 сентября. Мне уже год. Тут есть телевидение, горканал или вот не НТМ? Есть! Не НТМ. Ну вот я хочу сказать не НТМ. Значит, вот целый год пытались навязать какую-то операцию по поимке, по попытке дать взятку. Ну а сейчас мне предъявляют претензии, что я не принимаю плохо выполненные дороги и плохо убранные дороги. Вот я обещал, что я буду с этим бороться. Я с этим борюсь. Ну а ко мне пытаются применить попытку как бы просто взять и убрать с поста мэра, если не путем неудовлетворительной оценки два раза, то путем хотя бы вот таких вот операций. Ну я думаю, что мы разберемся. На всякий случай, на всякий случай я взял вещи. А как не задайте вещи? Как мы уже сообщали, помимо мэра, следственные группы побывали на квартирах заместителя мэра Дмитрия Донского и главы агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максима Пайкалайнина. На момент приезда нашей съемочной группы правоохранители уже завершили работу. Каких-либо комментариев от чиновников, проходящих по уголовному делу, нам получить так и не удалось. Возле дома Дмитрия Донского находился служебный автомобиль, чтобы везти его на работу. Однако спустя некоторое время авто уехало без зама мэра. Он сейчас находится на допросе. Мы поговорили с соседями высокопоставленных сотрудников мэрии. В 4 утра я их увидела, кошку выпускала, родную. Много их было? Двое вроде было. Двое? Ага, тихо-тихо, бесшумно, все спокойно. А что говорили-то, понятыми просили выступить? Понятыми, да, мы отказались. А в связи с чем не поясняли? Что-то я не поняла, что-то хорошо мелькнуло. О том, что происходило в Ярославле ночью, мы поговорим с главным редактором телеканала НТМ Андреем Ивановым. Он был на месте событий. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Расскажите, как вы узнали о следственных действиях в отношении мэра? Знаете, я узнал, собственно, где-то в районе 3 часов ночи, даже, может быть, немножко пораньше, соответственно, сразу выехал на место с оператором, да, то есть мы работали в нескольких точках, то есть это была и квартира мэра на улице Свердлова и здание областного управления внутренних дел. Было, как бы, вокруг много достаточно известных людей, да, сразу же съехались на место, да, ну, то есть это соратники Евгения Роботовича по партии, да, то есть можно было увидеть того же депутата области. Депутата областной думы Владимира Тихомирова, который был готов давать интервью даже из окон, собственно, к подъезду мэра, да, там, бывший глава Ярославского района Андрей Решатов был, еще там, глава исполкома гражданской платформы Писарец очень активен был. Ну, в этот момент, как бы, каких-либо следственных действий мы, конечно, не видели, да, потому что, вот мы сейчас можем посмотреть, да, это как раз квартира мэра, вот мы общаемся с Владимиром Тихомировым, и вот, кстати, что он сказал, давайте послушаем. Мы прибыли сюда, к квартире, где находится сейчас порядка пяти сотрудников, которые, как мне пояснили, никого, у них приказ никого не впускать, никого не выпускать, то есть квартиру, чтобы никто не проникал. То есть мэра здесь сейчас нет или он сейчас? Нет, его сейчас мэра здесь нет. Ага, то есть просто идет обыск? Никаких обысков, ничего не происходит, просто сотрудники УБЭП, так сказать, стоят и охраняют, мягко говоря, квартиру мэра. Ну, вот, собственно, мы послушали Владимира Тихомирова, то есть он постоянно дежурил как раз возле квартиры, а вот тот же Михаил Писарец, он адвокат и как бы политик, да, он передвигался, пытался добраться до управления внутренних дел, там, кстати, там были усиленные меры безопасности все-таки возле УВД ночью, да, то есть там были и автобусы, вот мы сейчас их можем видеть, да, стояли и сотрудники полиции, соответственно... Но там же были и адвокаты мэра, да? Да, вот мы как раз видим, как они пытаются пройти в здание, достаточно скандально себя поведут сейчас, да, причем крайне в данном случае оказался просто обычный дежурный там прапорщик полиции, да, который, ну, как мог, отбивал атаки адвокатов. Можно понять обе стороны в данном случае, да, одни пытаются попасть к своему подзащитному, ничего не знают о том, что происходит, да, а другой тоже, опять же, более чем я уверен, не знает, что там творится внутри здания. Да, да, то есть какие следственные действия ведутся, кто их ведет и вынужден вот как-то общаться с людьми, да, давайте послушаем вот кусочек как раз их диалога. Попросим режиссера. Нам позвонили охранники, находящиеся и ставшие свидетелями задержания комплекса на Свободе-46. То есть он был в офисе гражданской платформы? Он был задержан в двух метрах от офиса общественной приемной гражданской платформы. Вот мы попросим все-таки режиссера выдать нужный кусок видео. Ну, если не попросим, но чуть попозже выдадим. В принципе, мы его показывали в предыдущем выпуске, да. Все равно покажем нашим телезрителям. Готовы выдать, вот мне подсказывают. Они есть. Вы можете пригласить дежурного ОФБ? Я телефончиков не знаю. Мы, как защитники, не имеем права уйти отсюда, пока мы не исполним свой долг и иску адвокатов. Поэтому мы отсюда не уйдем. Естественно. Ну, я вам не предлагаю совсем, ну, уехать по домам, грубо говоря. А сейчас мы попросим выдать нашего режиссера еще одно видео, эксклюзивное. Оно нам стало доступно только в последние минуты буквально. Это факт... Ну, насколько я понимаю, что тут речь как раз идет о картинке, собственно, снятой непосредственно самими следственными органами. Это момент задержания посредника, собственно, вот в этом эпизоде получения взятки. Соответственно, это сами денежные средства и некоторая другая часть видео. Вот мы сейчас это видим. Собственно, мы смотрим это вместе с вами. Мы, как бы, до этого его не видели, да. То есть достаточно так себя правоохранители ведут очень так четко, да. То есть, соответственно, предъявляют удостоверение, да. И в данном случае это вот как раз посредник, да, по делу. Об этом, ну, как бы, говорила Кристина Гузовская в своем комментарии, да, что этот человек... Что в портфеле, который вы взяли? Этот человек, соответственно, мог поступать. Давайте live еще посмотрим. Ничего никакого не могла. Почему? Зачем не? Ну, как зачем? Вы сегодня поясняли зачем. В этом портфеле? Бумаги. Какие бумаги? Какая сумма там находится денежных средств? Я не доставал, не смотрел, не знаю, что там. Вы когда находились в кабинете, смотрели, что там деньги? Открыли? То есть, вы знаете, что там денежные средства находятся, да? Присутствие понятых. Обратите внимание, да, на портфель. Открывайте портфель и доставайте оттуда, пожалуйста, содержимое. На столе, я думаю, да? Нет. Вы раскладываете здесь, чтобы было всем видно, чтобы понятым было видно. Вот, денежные средства. В каждой пачке находится 500 тысяч рублей. То есть, две пачки – это миллион рублей. Здесь должно находиться 14 миллионов. Это почти полмиллиона долларов. Плачет 2800. Есть что там? Что там есть? Стой. Давайте посчитаем, сколько здесь плачет. Ну, скажу спасибо. Да, спасибо. Вот мы посмотрели видео. Момент задержания. Мы смотрели, но тут, как бы, я думаю, что будут еще продолжаться следственные действия. Наверняка появятся еще какие-то дополнительные комментарии, в том числе и от сотрудников правоохранительных органов. Вот сейчас очередной кусок картинки видим. Но в данном случае, я думаю, что события, в течение дня будут появляться и дополнительные видео, и дополнительные комментарии. Мы будем следить за развитием событий и вернемся в наших выпусках новостей. Спасибо, Андрей. Я напомню, что гостем нашей студии был мой коллега Андрей Иванов. Мы говорили о ночных событиях в городе Ярославле. Сегодня утром в мэрии проходят комиссии муниципалитета. Мы взяли комментарии как у чиновников мэрии, так и у депутатов. Вот что они говорят о сегодняшних событиях. Ну, во-первых, это печальное известие, поскольку, ну, и так в Ярославле у нас очень много происходит и идет различных конфликтных ситуаций. Сейчас предвыборная гонка идет очень жесткая, с применением различных черных технологий. И, ну, собственно говоря, ситуация с мэром, она такая нехорошая. И это, на мой взгляд, отрицательная репутация города, поскольку федеральные средства массовой информации, то эту новость подхватили и тиражируют. Поэтому для города это плохая репутация. Я не представитель правоохранительных органов, но о том, что в мэрии происходит различные события, мною указывалось неоднократно. Вы помните и скандал, который был с Донсковым по поводу переоформления зарплатных проектов в МУПах, которые я инициировал, и другие скандалы, которые были связаны с заведением уголовных дел, например, на директора САХА, на руководителя КУМИ. То есть, вот атмосфера, которая происходила в последнее время в мэрии, да, и в последний год работы Евгения Робертовича, она, конечно, нельзя сказать, что была здоровой. Как я уже сказал в комментариях к другим средствам массовой информации, совпадения, конечно, в жизни бывают, но когда они слишком яркие и слишком убьющие, возникает рефлекторный вопрос, совпадение ли это. Вот здесь он возникает. Мэр задержан, статус нам пока вот на данный момент непонятен, его идет следствие, я не знаю этой информации. Мэрия работает в штатном режиме, паники у нас нет, структуры все работают, комиссии проходят, докладчики выступают. Вот юридические казусы, конечно, существуют, как глава мэрии, да, как должностное лицо органов местного управления, есть юридические тонкости, и эту должность я не исполняю, да. И только что мы получили комментарий губернатора Ярославской области Сергея Ястребова. Предлагаем его вашему вниманию. Я проинформирован о этом событии. На сегодняшний день следственные органы ведут соответствующие мероприятия по этому поводу. Я думаю, через какое-то время они дадут более развернутую информацию, и мы с вами сможем получить более исчерпывающие ответы на ваши вопросы. В следственном управлении Следственного комитета не уточняют, какая коммерческая фирма фигурирует в возбужденном уголовном деле. Как нам стало известно, речь идет о компании «Родострой». Фирма последние полгода осуществляет работы по уборке города. С нового полугодия контракт с «Родостроем» был продлен. Как сообщил глава «Родостроя» Сергей Шмелев, его сумма составляет 240 миллионов рублей. В телефонном разговоре депутат муниципалитета сообщает немногое. Но я пока не имею права что-то говорить по этому поводу. Потому что, ну, по закону не имею права говорить. То есть нужно обращаться в Следственный комитет прокуратуры за разъяснение. Как ярославцы относятся к задержанию мэра, предлагаем вам комментарии горожан, записанные сегодня утром. С утра вдруг объявляется такое. В общем, очень трудно повериться. Все, кто у денежек или у костра, все греются. Плохо, что у нас такое, если действительно такой мэр. Значит, надо другого мэра. Пожалуйста, дайте работать мэром. И не собирайте слухи. Цены на газ уже повысили, на электричество, на все. Он поработал, да. 6%. Ну вот. Вот мы за год уже поняли, как. У нас как дороги были плохие, так и остались. Может и так. Но что-то, значит, есть возможно. Нужно сначала проверить все факты, да. Но все в этом мире возможно. Я не удивлюсь. Мы попросили прокомментировать задержание мэра, известного российского политолога Евгения Менченко и депутата муниципалитета Павла Зарубина. Вот что они рассказали по телефону. Конечно же, сейчас убедить общественность в том, что это дело не является политическим, будет достаточно сложно. Ну, были же уже прецеденты. Ну вот, например, мэра Братска посадили за взятку. Точнее, суд-то еще идет, суда еще нет. Он был в СИЗО там, потерял мэрское кресло. Еще раз, кстати, я думаю, может быть, добавить там какое-то эмоциональное сочувствие, с одной стороны. Но, с другой стороны, минимизирует возможность использования административного ресурса мэрии Ярославля. Ну, я дал свой комментарий уже о том, что я не вижу политического подтекста. Почему? Потому что, к сожалению, за последний год во каждых действиях, за и против, у нас исполнительная власть и некоторые политиканы видят политический подтекст. Поэтому я считаю, что дело не в политическом подтексте, а в действиях правоохранительных органов и в неком общественном контроле за их деятельностью, для того, чтобы оно было максимально публично и открыто. Исходя из этих двух вещей, я думаю, что ситуация будет проясняться. А что касается сути, то мне кажется, что подобные обвинения просто так не предъявляются. Субтитры создавал DimaTorzok